МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. История с продолжением. Как решится проблема предпринимателей по энтузиастам? В комментарии из муниципалитета. Дождались совсем скоро некогда обманутые дольщики заедут в свои квартиры, что обещают новые подрядчики. И приходится выживать. В каких условиях живут мать и дочь инвалиды? Россия готова к самому тесному партнерству в рамках Арктического совета. Президент России, завершая пленарное заседание Международного арктического форума в Салихарде, отметил, что эффективность решения задач, связанных с экологическим здоровьем Арктики, напрямую зависит от слаженных действий стран региона, всего мирового сообщества. Для нас, россиян, подчеркнул Путин, работа в Арктике представляет особое, не только народно-хозяйственное, но и гуманитарное значение. Здесь сконцентрированы большие экономические, политические и гуманитарные интересы. Здесь проживают коренные малочисленные народы Севера, и надо сохранить баланс, ведь Арктика – очень уязвимый регион. Ввод в эксплуатацию приборов учета коммунальных услуг не должен стоить людям ни копейки. Такое решение принято правительством России. Новые правила четко оговаривают весь алгоритм действия при вводе в эксплуатацию приборов учета. В частности, в постановлении прописано, каким именно образом должна выглядеть заявка от потребителя, какие данные и документы он обязан предоставить. К тому же, в постановлении указано, что опломбировка приборов учета – услуга бесплатная, и это важно, поскольку управляющие компании без наличия на то оснований нередко берут деньги за этот вид работ. А вот что касается должников за коммунальные услуги, Минрегион предлагает запретить им продавать квартиры. Ведомство разработало законопроект, согласно которому обязательным при регистрации сделок с недвижимостью будет предоставление документа, подтверждающего отсутствие долгов за коммунальные услуги. Вместе с тем, Минрегион готов не только ужесточить условия для неплательщиков, но и ввести систему стимулирования законопослушных граждан. В частности, дифференцировать тарифы на коммунальные услуги, предложив тем потребителям, которые будут осуществлять оплату вперед, производить расчеты по более низким ценам. Речь идет о том, чтобы в сфере коммунальных услуг установить принцип кнута и пряника, а с одной стороны сделать строже подходы к тем, кто задерживает коммунальные платежи, с другой предусмотреть некие бонусы для тех, кто готов платить вперед, пояснила первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы России Елена Николаева. Сегодня мы возвращаемся к проблемам предпринимателей, которые открыли свои торговые точки на энтузиастов. Во вторник новости нашего города рассказывали, что люди недовольны переносом остановочного комплекса, расположенного здесь. Это, по словам бизнесменов, лишило их возможности подъезжать к месту работы, а значит выгружать товар. Запрос мы отправили в муниципалитет, и сегодня исполняющий обязанности начальника отдела транспорта администрации Анатолий Иванищев заявил, что возможность подъезжать к зданию у предпринимателей все-таки будет. В рамках технического задания муниципального контракта заложено обустройство проезда к дому, где расположены на первом этаже торговые павильоны. С этого въезда возможно обустройство и заезд уже непосредственно посетителей данных магазинов. Кроме этого, также хочу отметить, что официально ни в управление, ни в адрес главы обращений индивидуальных предпринимателей не поступало, соответственно, как бы возможность обустройства стоянки официально не рассматривалась. Возможность подъезда к торговым точкам есть. Единственное, возможности подъезда с проезжей части не будет. В связи с тем, что рядом расположена автобусная остановка, а в соответствии с СНИПом, градостроительство, размещение каких-либо въездов в микрорайоны ближе 20 метров запрещено. Кроме того, в администрации готовы рассмотреть возможность благоустройства территории, в проекте асфальтирования не предусмотрено. Однако, учитывая, что предприниматели сами были готовы заняться решением этого вопроса, разрешение им, скорее всего, дадут. Данный вопрос необходимо рассматривать комиссионно. Это компетенция не только управления, там и компетенция Ноябрьского департамента по имуществу и управления к культуре. Соответственно, предпринимателям необходимо с инициативой обратиться в адрес главы администрации и уже совместно с структурным подразделением, кто компетентен в этом вопросе, уже будет принято решение. Ноябрьск получит дополнительное финансирование из бюджета округа на развитие системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Согласно решению специальной комиссии окружного департамента энергетики и ЖКХ, субсидии получат те муниципалитеты, которые сумели сэкономить больше остальных. В лидерах также города Губкинский, Муравленко, Шурышкарский, Надымский, Пуровский и Тазовский районы. Деньги муниципалитеты могут потратить на приобретение различного оборудования, которое поможет более эффективно утилизировать твердые бытовые отходы. Эпопея обманутых дульщиков Ноябрьска, похоже, все-таки близится к завершению. Напомню, в трехэтажку люди планировали въехать еще в 2009 году. Но позже выяснилось, новоселья не будет, фирма-застройщик обанкротилась. Сейчас строительством дома занимается новая компания. И ждать буквально выстраданных квадратных метров людям, по всей видимости, осталось недолго. Вот в этой комнате планируется быть кухня, в той комнате планируется быть гостиная, а в той дальней комнате планируется быть спальня. Пока еще только мечты, но уже скоро они вполне могут стать реальностью. Андрей Гутырье теперь уже точно по своим квадратным метрам расхаживает, не скрывая радости. Переехать в эту трехэтажку по Северной 20 он должен был еще в 2009. На дворе год 13, а он все еще уйтится в съемном жилье. Впрочем, ждать осталось недолго. Первая стадия строительства уже подходит к концу. Практически полностью выложены перегородки, вставлены окна и заготовлены материалы для электромонтажных работ. Близится зима, но в этот раз даже стихия не спутает планов строителей. В скором времени на Северной 20 запустят отопление, чтобы мороз не помешал закончить внутреннюю отделку здания. Изменения произошли в лучшую сторону. Пока все идет по нашему плану и по графику. А вот так это место выглядело чуть больше двух лет назад. Грянул кризис. Прежний застройщик, ноябрьская строительная компания была признана банкротом в судебном порядке. Стройка замерла, все имущество было арестовано. Но самое главное, все это было сделано так, что ни директор фирмы, ни люди ни о чем не знали. Назначенный конкурсный управляющий выставил дом на продажу за бесценок. И те, кто вкладывал свои деньги в строительство, в итоге вообще могли остаться на улице. Теперь все иначе. Достраивать объект взялось общество с ограниченной ответственностью стройдом. Причем не повышая расценки для дольщиков. Правда, с условия. Цокольный этаж перейдет в собственность застройщика. Сроки окончания у нас по договору, значит, сентябрь следующего года, можно сказать, через год. Но я думаю, что мы раньше сдадим. Еще в 2011 году ситуацию с дольщиками под контроль взяла глава администрации Жанна Белотская. Муниципалитет помог людям обратиться в суд, чтобы те смогли отстоять свои права на жилплощадь. Из 27 квартир здесь проданы 12. 12 семей обманутых дольщиков, наконец, добились желаемого. Все судебные тяготы позади, а впереди счастливый переезд, о котором мы не мечтали долгих 6 лет. Кирилл Мигель, Елена Жаркова, Виталий Харченко. Новости нашего города. Кирилл Мигель, Елена Жаркова, Виталий Харченко. Ту или иную вероятность невозврата долга. И что важно, эти показатели соответствуют данным кризисного марта 2009 года. Опять поджог, опять автомобиль. Сегодня ночью горела шестерка в гаражном кооперативе. По магистральной пожарной к месту назначения добрались достаточно быстро и потушили огонь всего за 4 минуты. Однако спасти машину не удалось. Ущерб и виновное лицо устанавливаются. Ну а далее, коротко о том, что на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. В «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» подвели итоги конкурса интеллектуальной собственности. Вот уже более 10 лет пытливые умы нефтяников из «Ноябрьска» и «Муравленка» готовят свои научно обоснованные проекты, как повысить дебет скважины, как сократить производственные затраты или как улучшить экологическую обстановку. Каждый из таких проектов предлагает уникальное и нестандартное решение важных для нефтяной промышленности вопросов. О победителях конкурса и об их работах читайте на 4-й полосе газеты. Депутат Законодательного собрания «Ямала» Геннадий Любин с рабочей поездкой посетил «Ноябрьск». Он встретился со спортивной общественностью города и провел прием граждан по личным вопросам. Одним из пожилых главных событий стало то, что народный избранник по обращению «Ноябрьцев» сумел защитить права технических работников школ и детсадов «Ямала», вернув им льготы. Об этом и других насущных проблемах «Ноябрьцев» читатели узнают, открыв шестую полосу издания. Каждый собственник жилья обязан знать, что управляющая компания должна сделать бесплатно, а за что необходимо платить, о том, как недобросовестная УК обманывают жильцов, продавая бесплатные услуги втридорога, как с этим бороться и о других проблемах ЖКХ читайте на 7-й полосе еженедельной газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное». Спикер Госдумы Сергей Нарышкин предложил ввести в школах новый предмет «Народы и культуры России», сообщает сегодня Лен Тару со ссылкой на Ария Новости. По мнению Нарышкина, курс должна разработать группа, занимающаяся созданием историко-культурной концепции, на основе которой затем напишут линейку учебников истории. Миноборнауки уже объявила соответствующий конкурс, оценив работы в 11 миллионов рублей. Кто займется разработкой проекта, станет известно 2 октября. Добавлю, первоначальная версия стандарта порождала множество споров и, в частности, вызывала недовольство у президента Академии наук Татарстана Рафаэля Хакимова. В итоге, к примеру, термин «татаро-монгольская ига» могут заменить на систему зависимости русских земель от ордынских ханов. Вода только холодная, отопления в одной комнате, удобств нет. В таких условиях сегодня вынуждены в прямом смысле слова выживать мама с несовершеннолетней дочерью, обе на инвалидности. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Пулатовых. О том, что больше всего поразило журналистов, расскажет Ксения Епишева. Даже элементарных удобств в этом доме, если его, конечно, можно так назвать, нет. Туалет на улице, мыть посуду и мыться, будьте любезны, в комнатушку, где развернуться невозможно. Канализации нет, горячей воды тоже нет. Одна комната на двоих, где ютятся мать, инвалид третьей группы, и семилетняя Оксана, она тоже на инвалидности. Потолок в коридоре, судя по состоянию, вот-вот рухнет, полы в доме тоже местами провалились. Батарея здесь одна, в комнате, где спят мать и дочь. То есть, балок зимой даже не отапливается как следует, отсюда и стойкий запах сырости. В общем, условий для жизни никаких, не говоря уже о том, что девочке, в принципе, даже негде делать уроки. Ходить самостоятельно в школу Оксана тоже не может, у ребенка больные ноги, и провожать ее туда тоже некому. Мы хотели, чтобы социальный такси туда нас отвозил, но не знаю, согласятся ли они, я даже не знаю. Кстати, говорит мама Оксана, однажды в социальном такси ей уже было отказано, поэтому приходится ездить на обычном. А это серьезный удар по карману Пулатовых. Общий доход семьи едва доходит до 20 тысяч рублей. Это пенсия по инвалидности матери и дочери в сумме. Минус лекарства, коммуналка, продукты. В общем, посчитать нетрудно. Дополнительных пособий Пулатовы не получают. Помощь семье пока оказывает только школа. В течение учебного года привозят продукты. Да, это четыре курица, одно полкалпаса, килограмм сосиски, вот так. Ветхий балок, в котором живут Оксана с мамой, аварийным не признан. В очереди на переселение семья тоже не стоит. Оно и понятно. Собрать нужно немало документов. А для этого необходимо ходить по различным инстанциям. А как ходить, если и стоять-то на ногах тяжело? Помощи ждать тоже неоткуда. Близких и родных в Ноябрьске у Пулатовых нет. Да и просить, говорят, не привыкли. Но о проблемах семьи узнали социальные педагоги. Теперь Пулатовым будут помогать и они. Мы, конечно, будем принимать активное участие. Но и будем добиваться того, чтобы все-таки жилищные условия семьи улучшились. Материально будем стараться помогать и продуктами, и материально. В общем, возьмем эту семью под свою опеку. Если брать Ноябрьск в целом, то в городе сегодня около 500 семей, которые остро нуждаются в поддержке. И это только те, кто за помощью обращаются. И это правильно, ведь иногда с трудностями справиться легче вместе. Все-таки наши сердца не очерствели окончательно. И многие готовы, не раздумывая, протянуть руку помощи тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Ксения Епшева, Анатолий Присич. Новости нашего города. Сегодня необычные дети Ноябрьска высаживали деревья. В рамках марафона «Доброты» они вместе с родителями благоустроили территорию спортивно-оздоровительного комплекса. Правда, поучаствовать в акции смогли не все желающие. Изначально планировалось, что это будет 20 семей. Приехать смогли только 5. Остальные остались дома из-за плохого самочувствия. Но даже несмотря на это, 10 саженцев удалось посадить. Теперь главное, говорят дети и их родители, чтобы другие их не сломали, а дали прижиться. Мне кажется, наш город надо украшать. Деревьев у нас так мало. Вот высаживаем, чтобы побольше было, покрасивее. Дети вам помогают. Приобщаем. Ноябрьские пенсионеры побывали на экскурсии в пожарной части. Сюда они пришли, чтобы получше узнать историю спасательной службы, познакомиться и сфотографироваться с боевыми машинами. Встречи огнеборцев и представителей Добродии проходят в рамках празднования Дня гражданской обороны. Он отмечается 4 октября. Торжественные мероприятия пройдут позже, а пока сотрудники 2-го отряда противопожарной службы проводят вот такие познавательные экскурсии для детей и пенсионеров. Мы очень плотно сотрудничаем с пожарной охраной и благодарим их за работу, за встречи, которые они проводят в музейном центре, вообще по всей пожарной охране рассказывают про работу свою. Посмотрели музей, очень интересно, как раньше пожары тушились. Посмотрели технику современную. Очень интересная содержательная экскурсия. Таковы новости четверга. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 27 сентября в Сельхарде облачно. Возможны осадки. Ветер северо-восточный. Температура около 0 градусов. В Муравленко переменная облачность. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура около 0 градусов. В Ноябрьске без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура 1 градус выше 0.